я так понимаю вот здесь уже пенал да ребят я оставляю свою оценку 8 из 10 для игры очень лишним получился этот открытый мир на разум не было сделать пусть псевдо открытый мир то есть как сам открытый мир хорошо сделан топят именно истории и персонажи вот эти узлы которые создают они очень слабенькие есть ключевые персонажи которые центральные для сюжета они очень хорошо проработаны а перестепенные очень плохо проработаны и создается очень сильный контраст который после впечатления от игры как раз прошли все все прокачали и точно убеждены что это лишнее там есть еще усложнение при степенных заданиях да то есть надо нет три задания выполнять прям для того чтобы убедить подключиться к сети для того чтобы пойти на контакт идея интересная есть то просто вот даже тот же хикс он не до конца дожат такое чувство что вот не дали доделать историю тут надо было вот делать этот открытый мир дожимать больше времени взять и дожимать второстепенные задания ролики тоже под это делать или срезать второстепенные задания вести четко вот по пути и тогда можно было бы срезать многие аспекты в игре да то есть выдавать чистое то есть что ломается то есть у вас есть открытый мир но определенный момент из-за того что они не успевали доделать у вас все забирают у вас забирают крафт у вас забирают возможно что-то делать так зачем это давать да то есть такая вот в этом тонкой что если уже пустили в открытый мире 100 ты должен приходить к истории таким каким ты хочешь прийти или тогда изначально срезать и давать только по мере необходимости вот направление истории здесь же попытались ухватиться за два направления и они дисбалансируют друг другом как я и говорил что в первый момент ты теряешь опасения перед гибелью потому что никак тебе не накажет потом ты теряешь взаимоотношения со временем уже с бб потому что если ему там плохо это никак тебя не повлияет на нашего на ваше взаимоотношение с бб затянутость тут не хватало именно или краткость или больше проработки второстепенного контента поэтому игра хорошая возможно даже она станет великолепной если отбросить открытый мир я же говорю он классно сделан я в нем утопал в определенный момент просто контраст очень сильно создается между персонажами куцами с которым ты выстраиваешь узлы спасаешь эту америку новую а с другой стороны сильнейший контраст другой стороны это великолепные истории проработанные персонажи дайк немного но они классные в истории есть а греки в моментах то есть дисбаланс бывает а он связан именно с тем что вот этот открытый мир тащили вместо того чтобы доработать вот эту историю прям четко-четко чтоб она шла то что история классная сама история великолепна но она очень тяжело вложена вот в этот не знаю такое чувство как это за ценный камень вложили качественную древесину при этом забыли и от полировать то есть ты как бы держишь такой душу древесина по ценное кольцо в принципе великолепное полировки не хватает на полировки вот то что не отполировано это вот эти второстепенные задания там у колодца можно где-то в ворсинке какие-то неприятно то есть ценный предмет который еще нужно довести до ума поэтому и 8 из 10 именно из-за этого дисбаланс ну дис дисбаланс тут я имею ввиду не только что вот открытые второстепенные задания ну и сам персонаж идеи да то есть идея не доделаны не дожатые как бы нужно было дальше прорабатывать баланс взаимоотношения с бб а следовательно и разные вариации в зависимости как отношения выстроились учитывая в какие кратчайшие сроки создана игра я считаю для кидаев один великолепный результат просто он не привык в такие малых рамках трудиться поэтому больше и это нарушило баланс надо было ими срезать и делать камерную историю или больше времени на то чтобы все работало на том уровне на котором написана основная история посмотрим как потом будет история восприниматься со временем для меня история как-то открылась сразу видишь мне было приятно потом узнать что сам очень интересный персонаж и более глубокие пусть сама история для меня раскрылась сразу зато всем раскрылся именно финале и это порадовало компенсировала потому что я уже даже соревновался поставлю ли я восьмерку сначала очень хорошая закрученная а потом очень часто еще что мне не понравилось топтание на месте одну и ту же мысль с разных сторон подает у кодзима и получается топтологии еще вот эти нюансы они нарушают гармонию из-за чего удовольствие получается моментами сама история я думаю если вы где-нибудь посмотрите будет интересно понаблюдать в любом случае благодарю хидео кодзима и его команду за эту игру у нас в планах если мы успеем в грядущем году 2020 сторон посетить metal gear solid phantom pain и мне уже будет интересно сравнить как там реализован открытый мир говорят есть определенные черты которые свойственны именно автору этих игр так это или нет в скором времени ну или положенные сроки выяснить и 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 Благодарю за игру Субтитры создавал DimaTorzok